И это только нулевой класс хореографического отделения детской школы искусств номер два. Будущая солистки ансамбля «Солнечный ветер». Танцы – это выбор самого человека. То есть человек сам выбирает, в какое направление он хочет пойти. И вот если он выбирает танцы, это его решение. Отдавать в таком возрасте детей учиться хореографии не только можно, но и нужно, считают родители. Ребенок стал очень дисциплинированным. То есть она знает, если танцы, то на них надо идти. И не может быть такого, что я не хочу, я не пойду. То есть танцы есть танцы. Голова болит, горло болит, температура – мы все равно идем. И еще один несомненный плюс, за который мы любим танцы. Грация, осанка. Наверное, женственность можно свою выразить именно танцам. Именно этого ожидали и заметно волновались зрители в зале. Ведь они пришли посмотреть на настоящих танцевальных артистов. Наш ансамбль знаменит тем, что здесь рождаются звездочки. Звездочки, которые прославили уже не только наш город, но и наш приморский край по всему миру. Образцовый детский хореографический ансамбль «Солнечный ветер» не случайно свой отчетный концерт устроил во Всемирный день танца. Это заслуженный коллектив, завоевавший немало призов и наград на различных конкурсах и фестивалях, включая международные. Давайте поддержим их вашими аплодисментами. От классики до модерна, от народного танца до эстрадного, современные ритмы в сочетании с балетными партиями создают неповторимую атмосферу на сцене и в зале. Самовыражение артистов, их мастерство в жанровом разнообразии, запутанные сюжетные линии становятся понятны и просты зрителям, каким бы сложным ни был язык хореографии. Время танца быстро отечна, век артиста недолог. Десять лет ансамблем руководят Марина Юрьевна и Иван Владимирович Мингалевы. И сейчас, безусловно, ансамбль находится на пике своей популярности. Будет ли следующий юбилей, еще неизвестно. Зрители, пришедшие на концерт, и сколько не позоверили. Александр Накочев, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости.